Какое стихотворение вам прочесть? На какую тему там? Посмешнее, полиричнее или позлободневнее? На ваше усмотрение. Посмешнее. Исмешнее. 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 Вот, ну, а, что, ну, хорошо. Что касается смеха, вот, принес вам... Ты потом расскажешь, как книжку издать. Да, вот это интересно. Хорошо, ну, я тогда вот прямо не отходя от кассы начну. Вот, что касается смешного, вот, это книга «Дребеденчики». Это вот послед... Да, такое вот я название придумал. Ну, по нему сразу понятно, что там какие-то серьезные тексты найти довольно-таки трудно. Вот, она, раритет, вот, осталось буквально несколько экземпляров, вот, принес вам, вдруг кто-то захочет приобрести. Вышла в Томске в 2004 году. Вот. Там около тысячи, наверное, коротких стихотворений. То есть, она состоит в основном из четверостишей. Вот. Это мой привет, вот, Игорю Губерману. Может быть, вы слышали такого автора. Вот он специализируется только на четверостишах. У него, наверное, уже тысяч тридцать или сорок. То есть, прямо он пишет, наверное, в день штук по десять или по пятьдесят, я не знаю. Ну, невероятно плодовитый. Я даже ему завидую. Тоже мы с ним познакомились несколько лет назад. Брал у него интервью. Очень такой позитивный, юморной мужчина. Вот. И... Вот. И из нее могу прочесть вот... Вот, ну, пример коротких таких вот. Называется «Трагедия поварешки». Нет, нет, нет. Это, в общем-то, о неодушевленном предмете идет речь здесь. Ну, сейчас, наверное, это будет понятно. Есть четверостише. Ты стараешься. Крутишься белкой. От свободных минуток в обрез. Только выложишь суп на тарелку. Обязательно кто-то дось ест. Вот. Ну, и вот такой... Подлиннее... Что? Нет, вы не стесняйтесь. Мне вот интересна ответная реакция какая-то. Абхазная жизнь просто. Развитие. Ну, я сам жил в общежитиях, когда вот учился. Поэтому учился я в разным тоже профессиям. Поэтому опыт большой. Вот очень такая была интересная жизнь, насыщенная разными событиями. Ну, вот стихотворение Старая сказка называется. Ах, лето красное. Зной ветер суховей. И, естественно, плюс кабары-домошки. Ба-а-а-а. Ба-а-а. Муравей. Ни княжи, ни княжеских кровей, А кучивает свой гектар картошки. А мимо стрекоза. Звезда тусовок, что с детства не приучена к труду, Ливайс, заправив найковский кроссовок, Докладывает томно на ходу. К художникам приглашена на дачу. Ой, сколько заведу себе друзей под шашлыки и под огненную чачу. Меня все ждут. До встречи, муравей. Картошку в погреб муравей таскает. Туда-сюда, вверх-вниз, вперед-назад. И дождь, зараза, с ночи не стихает. Вот тут и объявилась стрекоза. Ажурный зонтик, шляпка, пелеринка, Плащ для морских прогулок, все хай-фай. У музыкантов нынче вечеринка. Ты извини, меня все ждут. Гуд-бай. Пришла зима. Снег сбрасывает с крыши трудяга муравей, А снегу тьма. Привет, сосед. Знакомый голос слышит. Глаза поднял. Не стрекоза, чума. Монтой из лис каких-то бурочерных. Свисает соболь с каждого плеча. Иду в каминный зал дома ученых, С писателями Новый год встречать. Такси он ждет, иначе ж не уедешь. Внезапно муравей стал хмур и зол. Стой, стрекоза, ты там Крылова встретишь? Так вот, скажи ему, что он козел. Ну, это вот такое шуточное стихотворение. Они как-то сами собой рождаются, строчки. Я их записываю сначала на какие-то бумаги, Потом специально у меня есть блокнот, А уже из блокнота берут лист А4, И вот начинают что-то такое уже колдовать, Чтобы такое получилось внятное, Какое-то законченное произведение. Ну, например, такое из двух строк состоящее стихотворение. Мой приятель хиппи настоящий, Он на фото в паспорте курящий. Или вот на рыбалке. За рекой кромка неба олеет, Гаснут угли костра. Хорошо? Тихо-тихо. Старик Пантелеич на страничку ВКонтакте зашел. Продолжение следует...